32 заседания, 84 вопроса и 2 чрезвычайные ситуации. В Белом доме подвели итоги работы областной и муниципальных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧАЭС и обеспечению противопожарной безопасности за прошлый год. За прошедший 2017 год произошло 2 чрезвычайных ситуации. Одна техногенного характера, это автобус с мигрантами на ЖД-переезде, помните эту печальную историю. В Печенском районе и одна. Биолога социального характера, это африканская чума свиней в Гороховецком, Гусь-Прустальном и Петушинском районах. Отопительный сезон и период весеннего половодия прошлого года прошли в штатном режиме. Природных пожаров также было немного. С начала пожароопасного периода 2017 года на территории Владимирской области возникло 8 очагов природных пожаров. Пожалуй, в прошлый год у нас один из самых минимальных по количеству пожаров. Безусловно, в этом плане нам способствовали погодные условия. И хотелось бы, чтобы это нас не расслабило в плане подготовки к этому году. Одна из главных задач этого года – обеспечить порядок и безопасность выборов президента России. МЧС уже провели обследование помещений, где будут располагаться избирательные участки. Особое внимание уделяли противопожарной защите. Обнаружено 126 нарушений, 90 уже устранено. На 16 объектах в настоящий момент имеется 35 нарушений. Таких 8 объектов – Ковровский район, 4 объекта – Судогодский район, 1 объект – Собинский район, 1 объект – Петушинский район и 2 объекта – Камешковский район. По факту выявленных нарушений проинформированы органы местного самоправления и органы прокуратуры. Собственниками объектов выданы предостережения. Во Владимире на избирательных участках установят 106 рамок металлоискателей. В МВД создана рабочая группа, которая будет заниматься в том числе охраной изготовления избирательных бюллетеней. Посты охраны выставят в день завоза бюллетеней во всех помещениях для голосования. Татьяна Гордева, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33.